Хочу поделиться с вами тем, как можно легко и просто раскалывать даже вот такие вот большие чурки обычным топором. Конечно же лучше всего комбинировать, что-то раскалывать колуном, что-то топором, но когда нету колуна, можно даже комель, чурки с учками, большие чурки раскалывать топором. Для этого нужно, во-первых, подобрать удобный и нужный топор, который будет хорошо раскалывать. Есть таких два основных вида топора, это столярный и плотницкий. Столярный он узенький, поэтому им тяжелее раскалывать, а плотницкий они такие массивные, широкие, толстые. А вот в этом месте. И из такого плотницкого топора можно сделать удобный и хороший топор для колки дров. Для этого достаточно просто срезать край у такого топора, заточить его. И несмотря на то, что топорик такой будет легче, он будет лучше раскалывать. Потому что здесь он идет сразу на расширение и получается что-то похожее на вогнутый колун. Он легкий и очень легко колет, даже большие чурки. Это первое. То есть нужно подобрать правильный колун или сделать специальный топор. Или сделать специальный топорик для колки дров. И второе, это нужно знать технику, как легче расколоть. Но чтобы с двух-трех ударов расколоть такую чурку и более, больше, для этого надо первое ударить. Ну вот она, конечно, сразу раскололась. Поэтому неинтересно получится. Да, это как бы... Зима. Поэтому раскололась сразу. А так в основном... Сейчас что-нибудь помощнее возьму. Попробуем вот на такой чурке. Вот тут мощный такой сучок. Я думаю, не расколется так вот в первого раза. Да, чтобы его сложнее сучками, сложнее расколоть будет. Сейчас. Так. Вначале нам нужно воткнуть. Зимой это сложнее делать. Летом, осенью очень легко. Он летом, осенью вязкий. Поэтому втыкаем в древесину и дальше бьем обухом. Видите, он практически раскололся. Тут достаточно сейчас руками даже разбить. Вот. Вот такой способ позволяет раскалывать даже большие чурки сучками. Намного проще. Но если брать комель, то летом и осенью тоже так же можно сделать. Но зимой это практически невозможно. Топором имею ввиду. Потому что комель, он плотный. Он становится как камень. Зимой. И если вы будете колоть, сейчас покажу. Тут еще сучком. Вон комель. Это будет, знаете, он будет туда-сюда, как резиновый. Сейчас покажу. Вон, видите. То есть бесполезно комель бить. Поэтому осенью, летом мы так же добьем. Он стыкается. Переворачиваем себя. Раз и все. И он раскалывается. Даже комель. Зимой он становится как каменный. А вот обычные чурки зимой наоборот. Как семечки раскалываются, как вы видели. Так, теперь минусы этого. Когда нету колуна. Допустим, вот колончик. Сейчас я вот так сделаю. Он позволяет, раскалывает. Вот такие вот чурочки. Видите, даже колуном сложно. А что говорить про топор? Так вот, видите, все происходит. Все равно раскалю. Сейчас, подождите. Вот, видели? Помаленьку. У него, у комеля, структура такая ветвистая, переплетается между собою. И зимой, это вообще мучение колоть его. Вот так откалываешь по краям, помаленьку. Потом уже раскалывается легче. Но вначале это очень сложно. Но, тем не менее, как видите, колуном это реально. Топором на это уйдет в раз, наверное, чуть ли не сто больше времени и сил. Но теперь еще хочу рассказать про то, что минусы топора и вот эта техника, о которой я сейчас вам говорил. То есть мы, то есть, вставляем, втыкаем, да? А ну-ка, сейчас попробую. Может, получится. О, получилось. Вот. Минусы в том, что когда мы поднимаем, оно может выпасть. И, в общем, ударить нас очень хорошо. Или по ноге, или еще как-нибудь. Получи ее. А может, еще опаснее. Получить травму можем из-за этого. Поэтому, вот, поднятие на себя, это очень опасный способ. Лучше всего использовать, знаете, я вот обухом бью по-другому маленько. Ай, не получилось, расколол сразу. Как бы ударить. Вот сейчас вот это попробую. Тут стучок большой, не получится, с первого раза, думаю. Вот. Я обычно вот так вот делаю. И никакой травмы мы не получим. Если бьем обухом, вот таким способом. Она в сторону улетит. Даже если она сорвется, она вот тут упадет. А если мы на себя, то можем по ноге ударить. Или при поднятии вот так вот сюда, да? Тогда, ну, то есть тогда это травма опасный. Этот способ очень опасный. И нужно использовать только в некоторых случаях. И еще, я когда поднимал, колол только топором. У меня были, например, осина в диаметре около метра. И березовый по 50 сантиметров в диаметре. Я, когда поднимал, я разбил все плечо. И оно теперь все время болит. Также можно убить свою спину, поднимая на себя чрезмерно тяжелые чурки. Поэтому, как я заметил, лучше все-таки не на себя поднимать. А вот боком вот так вот раз. То есть я сейчас, ну, медленно, конечно, порезче, да? Я показал, чтобы было видно, понять. То есть как бы мы вот так вот боком. Попробую. Вот так. Тогда, ну, меньше вероятность того, что мы причиним себе травму. Когда мы бьем обуком. Но лучше всего все-таки комбинировать колку дров. Что-то мы колем топором, ну, а что-то колуном. Приобрести хороший колун. И тогда колка дров будет еще быстрее. Лучше. Ну, и, конечно, наша спина, плечи и так далее будут в целости и сохранности. Также рекомендую посмотреть вам мое видео «Колка дров бедной нагрузки на спину». Где я рассказал не только о том, что нужно делать, чтобы не убить свою спину, но и также о специальной технике по забытым способам колки дров, которые помогают колоть дрова намного быстрее. То есть, это самый мощный замах, который я использую в колке дров. Ну, и многие другие советы, думаю, помогут. Так что, всего вам хорошего. До скорых встреч! До встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова